я вас приветствую товарищи сегодня я хотел бы поговорить о такой вещи как технический опыт я его называю по-разному технической гибкость но в целом это понятие означает следующее в том что наверняка многие из вас по крайней мере мои студенты сталкиваются с такой историей что они прорабатывают например какую-то технику ну допустим переменный штрих на каком-то упражнении доводит его до определенного качества например в плане синхроны звукоизлечения демпфирование и так далее тому подобное и вроде как качество хорошее ряд проблем решены но что происходит дальше дальше они берут другое упражнение которое немного по-другому этот штрих задействует и в это время у них все эти проблемы вылезают обратно те же самые рассинхроны та же самая аритмия разные штрихи разная динамика неуправляемая и так далее тому подобное естественно многие впадают в отчаяние только что было все хорошо только что все получалось и теперь обратно все развалилось почему и в том что это абсолютно нормальная ситуация и прежде всего я хочу обратиться к тему кто склонен скажем так к неким депрессиям по этому поводу делать этого ни в коем случае не стоит это обычное явление и выражено оно потому что у вас отсутствует техническая гибкость или технический опыт что такое по моему мнению технический опыт технический опыт это возможность решать технические проблемы возникающие по ходу игры при минимальном задействовании головы что свою очередь означает это когда вы встречаете незнакомую ситуацию когда ситуации выходят из-под контроля там скажем куда-то поворачивается медиатор или куда-то не туда тыкать палец левой руки вы в идеале должны иметь возможность решить эту проблему моментально не застопориваясь не сбиваясь здесь и сейчас и буквально автоматически без задействования головы без думания об этой проблеме откуда этот опыт берется и берется ли он вообще безусловно да первую очередь этот опыт берется от номенклатуры играемых или играемых в прошлом упражнений или технических ситуаций в общем и целом вот вы умеете перемены штрих играть вот так вот как с глушением без глушения начиная со штриха вверх со штриха вниз переходя внешним штрихом внутренним там миллионы комбинаций чем больше вы их знаете тем более знакомый будет любой незнакомый прежде для вас пассаж например которая будет в общем то соответствовать одному из тех условных упражнений которые вы играли до этого это первое а второе это можно сказать переход количества в качество когда вы нарабатываете некую номенклатуру вот этих вот технических задач которые вы решали в прошлом и успешно решили вырабатывается адаптивность к внезапно возникающим ситуациям например внезапно перекрутился медиатор и вы его на лету буквально поменяли даже не думая об этом а потом увидев это например на видеозаписи это есть адаптивность вы решаете эту проблему потому что вы можете решить благодаря развитию развитие двигательных навыков развитию моторики в конце концов и всего остального из этого автоматически следует что научиться играть технично можно не занимаясь непосредственно техникой я знаю очень много гитаристов хороших гитаристов которые имеют великолепную технику и которые практически никогда не сидели с упражнениями но эти люди сидели с таким количеством музыкального материала и пропустили через себя такой музыкальный багаж что в общем то им остается только аплодировать стоя и неизвестно еще что легче играть упражнения которые непосредственно нацелены на какой-то конкретный результат или заниматься переработкой съемом и переигрыванием тон музыкального материала поэтому занимайтесь на гитарах занимайтесь музыкой всем пока